Не влюбиться в Онегина будет сложно, сразу предупредили в оперном театре. Владимир Мороз из Мариинки перевоплощался в Евгения более 70 раз. Неудивительно, что сдержанный, пусть и слегка усталый франт, тут же покорил Татьяна. Чтобы было точно по Пушкину, левшу Амалию Гугешвили режиссер научил писать правой рукой. Под эпоху подогнали костюмы и декорации, команду подобрали в основном из именитых. Так няню играет народная артистка Советского Союза Лариса Шевченко. А за взгляд точно по Чайковскому взялся Михаил Полетнев. Это абсолютно новый, свежий подход к осмыслению Евгения Нигуна. Это удивительная трактовка музыкальная, это снятие неких штампов в режиссуре этого спектакля. Какой получился спектакль, можно описать одним словом. Прекрасный, все максимально просто и функционально. Декорации меняются на глазах у зрителей, не прерывая действия. А солисты словно и не играют вовсе, живут. Это видно и в интонациях, и в движениях. Живые люди с какими-то реакциями здоровыми, не заторможенными. Поэтому мы очень рады, что нас не законсервировали, а наоборот из нас вытягивали нашу молодость, нашу непосредственность. В костюмах и декорациях последний раз в Казани Евгения Негина видели полвека назад. И это не единственная премьера, которую ждет зритель фестиваля. В эти фестивальные дни не менее интересны и за кулисами театра. Сразу понятно, казанцам стоит приготовиться очароваться, хотя бы потому, что со спектаклем «Очарованный странник» на фестиваль едет Мариинский театр и маэстро Гергиев. Вообще музыкально форум этого года очень разнообразен. Больше всего в афише по традиции итальянцев. Верди, Пучини, Деницетти. Кстати, Казанское лечео деле Мермор в этом году номинировано на «Золотую маску». Нет в юбилейном форуме только национальных татарских спектаклей. Постановки сложны технически, объяснили в театре. И быстро, как того требует фестивальный ритм, их не собрать. Вообще афишу подгоняли под солистов. В этом году состав «Звездный», как, пожалуй, никогда ранее. Маргарита Петрова, Александр Сергеев, Сергей Малыгин. Телеканал «Татарстан. Новый век». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!